Всем привет! Сегодня у нас будет чистка манги и шимосека и ещё болталочка. Болталочка будет на ту тему, на которой остановилась в прошлый раз. Я, правда, не помню, заливали ли я её в последнюю, да? По-моему, мне кажется, я там какие-то делала другие выпуски болталок между делом. Ну, в общем, тема была насчёт пиратства, распространения информации, ну и всё в таком духе. Значит, у нас... Ой, я всё хотела сказать, какое у меня мнение к этому, к распространению информации. Дело в том, что информация, которая попадает в интернет, она очень быстро распространяется, её просто-напросто поток этой распространения просто не остановить. Пытаются люди как-то с этим бороться. Мне кажется, что японская повисится с этим, с распространением, допустим, манги, она, может сказать, вообще не борется, но им нужно делать вид, что они борются с этим делом. Почему? Потому что вот эта вот развлекательная индустрия, она как бы находится, так сказать, на нижнем уровне, да? И если вот на нижнем уровне не соблюдать эти правила насчёт запрета распространения информации, то тогда и на высших уровнях не получится сделать такие строгие запреты, такие строгие выговоры сделать. Я не хочу, конечно, сильно говорить про политику, но давайте всё-таки затронем такую тему, как людей таких, как Джулиан Ассанж, или как он правильно считается, я, честно говоря, без понятия, как он правильно должен произноситься его имя. Потом ещё у нас Эдвард Сноуден, ну и кто там, как его звали-то, господи, это мальчик, который потом пол поменял из-за этой ситуации. Как его звали, господи? Челси, Челси Мэнинг, вот он. Это уже тогда его девчачье имя, это Челси у него, а пацан, пацанящее имя, не помню, какое у него пацанящее имя, но и, в принципе, уже должно быть неважно. Так вот, вот этих людей, это самое, разыскивает всё правительство Америки, ну и не только Америки, ещё те, кто, с тех стран, которые с ними сотрудничают, а с ними сотрудничают довольно много стран, и пытаются за решётку их упечь, за то, что они тоже распространяли информацию, да. И причём Джулиан Ассанж буквально в мае или в июне его всё-таки достали. Он сидел долгое время в правительстве, в посольстве Эквадора в городе Лондон, но в конце концов его оттуда вытащили и посадили за решётку. Причём поначалу ему давали обвинения в одной сфере, когда его достали наконец-таки оттуда, то наконец-таки предъявили те самые обвинения, которые как бы и хотели первоначально, да. То есть закон о том, что он предатель страны, что он, как сказать, выдаёт информацию о... ну, незаконно выдаёт информацию, ну, типа как шпионскими действиями занимается, да. Вот, при этом сам Джулиан Ассанж, он, по-моему, не... он не является гражданином США, но при этом... ну, его именно правительство США заграбастывало всё-таки себе, и его судят по закону США, да. То есть как это вообще там у них происходит по законам, да, по идее такого быть не должно. То есть если он не гражданин США, то почему его судят в США? То есть почему его вообще туда утащили? Да, он, так сказать, преступник в этой стране, но в других же странах он не является, так сказать, преступником. В той стране, чьим он... о, господи, чьё гражданство он имеет. По-моему, у него австралийское гражданство, и в Австралии, против Австралии он, в принципе, ничего и не делал, да. То есть, ну, возможно, там и были какие-то новости, какие-то он выпускал про Австралию, но, по крайней мере, в это самое, в СМИ ничего такого про Австралию, скандалы в Австралии не говорились с его именем связанные. Вот. То есть как бы в твоей стране он не преступник. Почему тогда Австралия выдала своего гражданина Америке, и причём с потрохами выдала, да. Непонятно. Ну, там, на самом деле, понятно всё, но судя по тому, как американцы пытаются бороться за свои права, да, не очень понятно, почему они... Только американцы могут, да, бороться за свои права, за свою независимость и так далее, а другие вообще не имеют права ничего вякнуть против них. Такой такой вот войны, такие стандарты получаются. У меня вообще, типа, политики часто любят говорить про двойные стандарты. Вот. Ещё про двойные стандарты. Получается, что, если, допустим, кто-то додумается, в принципе, уже есть куча идей, как на манге той же самой, да, вот мы делаем бесплатный законодательный просмотр, да, и нас японское правительство не вылавливает, не отлавливает, потому что это в целях, в интересах японцев, они пытаются, не то что пытаются, они тем самым понимают, что их мангу не все переводят, да, переводчиков в других странах не так много, и вот то, что мы сейчас делаем, мы делаем огромнейшую рекламу для японцев. В конце концов появятся фирмы, официальные фирмы переводчиков лицензионных, и японцы, наконец-таки, будут получать свои денежки за официальный перевод, за официальные продажи манги на территории других стран. Но пока у них нету, так сказать, дистрибьютора, официального дистрибьютора, переводчика на территории других стран, они не будут так жестко браться за отлавливание пиратских вот этих вот копий распространения, да, вот этих однокомментных просмотров, потому что это дает им большую известность в других странах. Естественно, если кто-то, ну, из принципиальных, да, радикальных таких вот юристов, фанатиков Японии, да, скажут, что вот, мол, в России есть такие люди нехорошие, которые переводят вашу мангу, и они вам ни капельки не платят, да, естественно, на такую реакцию, на такое заявление японцы должны будут как-то отреагировать, и они, скорее всего, этого человека, который занимается этим переводом, сильно штрафуют, может даже какие-то, ну, не знаю, лишение свободы, возможно, даже лишение свободы какое-то будет, зависит от того, насколько сильно будет разыгран скандал со стороны вот этих вот принципиальных фанатиков. Если скандал, если они будут такие прям жесткие, да, вот эти фанатики будут требовать справедливости во что бы то ни стало, тогда и наказание нашим свободным переводчикам будет соответствующее. Но это будет сделано чисто, скорее, больше для показухи, для того, чтобы люди знали, что законы соблюдаются, авторские права тоже соблюдаются, и никто от судьбы, так сказать, своей, пиратской, не уйдет. Вот. Ну, это чисто будет как показуха, как только показуха уляжется, все снова займутся тем же самым экспространением, продолжать экспространение на данной информации. Почему? Потому что, ну, есть уже хороший пример на более таком масштабном уровне, да, это у нас Kim.com, это человек, который живет в Австралии, опять-таки, да, ну, не опять-таки, а просто живет там. Сейчас он находится под домашним арестом, он создатель сайта Mega Upload. Mega Upload был заблокирован несколько лет спустя, несколько лет назад, точнее. Почему? Потому что американская полиция сказала, что, мол, как-то так, ты распространяешь, ты сделал такой сервис, где люди могут тайно пересылать какие-то вещи, да, то есть ты не даешь нам заглянуть в посылки людей, то есть посылки, в принципе, вот у нас есть корреспонденция почтовая, да, и есть закон о сохранении тайны письма, то есть никто из почтальонов не имеет права заглядывать в ваше письмо либо в ваши бандерольки и узнавать, что вы там кому пересылаете. Вот, это тайна письма, так называемая, да, то есть никто не имеет права так делать. При этом, когда мы посылаем имейл, да, то же самое письмо, только в электронном виде, все равно находятся люди, которые заглядывают в ваш имейл, заглядывают в файлы, которые вы передаете, ну, это в основном правительство, и оно работает больше по, ой, как сказать, по каким-то этим хэштегам. Ну, в общем, у них там больше машин, машинные работы идут, то, что они проверяют данные на наличие каких-то подозрительных переписок, на наличие подозрительных содержаний, да, то, что, ну, все это, конечно же, имеет смысл в том, что правительство говорит, что нам нужно защищаться от терроризма, и тем самым, тем, что мы имеем право заглядывать в ваши бандерольки, и для того, чтобы обеспечить вашу безопасность, они вот так вот говорят. В принципе, я считаю, что это правильно. Правительство действительно должно иметь право заглядывать куда угодно, чтобы обеспечивать нашу безопасность. Но единственное, что, тут, во-первых-таки, получаются двойные стандарты, получается, что правительство может заглядывать в наши бандерольки, а мы в правительственные бандерольки заглядывать не можем. То есть у правительства куча всяких разных тайм, которые они не дают огласки, да, почему-то. И мы, простой народ, не имеем права знать о том, что правительство скрывает. То есть получается, что если уж мы должны быть прозрачными, обычные люди, то почему правительство такое, почему правительство такие, так сказать, экстра права, что они должны, ну, что они имеют право скрывать всю информацию о себе. Ну, не всю информацию, вообще, ну, они дают информацию только ту, которая им удобна. частенько даже фальшивую информацию, да, ну, там, тоже чисто политика, не будем сейчас об этом, не будем о грустном. Вот. И получается, что вот это вот, то, что они там сделали с этим с Kim.com, и вообще, по идее, Kim.com тут мало причастен, потому что он просто-напросто сделал портал, где можно отправлять зашифрованные пакеты файлов, да, то есть, ну, хорошая шифровка у него на его сайте была. Ну, правительство сказало, что так быть не должно, такой хороший, это самое, как называется там, кали, кали, калиграфия, типография, криптография, вот. Такой хорошей криптографии быть не должно, потому что мы, правительство, должны обеспечить вашу безопасность, мы должны иметь право заглядывать в каждой файле, который нам понадобится. Я опять-таки повторюсь, что я не против такой защиты, единственное, что правительство на самом деле не защищает нас вот в этом плане, оно защищает саму себя, то есть, оно выискивает ту информацию, которая нужна им, чтобы защитить саму себя, чтобы правительство не свергли, то есть, любая переписка людей, которые будут говорить, что я не люблю это правительство, мне, допустим, не устраивает то-то и то-то, правительство это тут же будет отслеживаться, они будут пытаться этих людей как-то, ну, сначала мирными путями, как-то их отвлечь, так сказать, да, там, допустим, ну, не знаю, допустим, в России частенько там какие-то ну, повышают зарплату, ой, повышают зарплату в России, о чём я говорю, повышают цены на продукты, а зарплата остаётся маленькой, да, то есть люди уже перестают думать о политике, люди думают только о том, как бы денег добыть, чтобы завтра вообще что-нибудь покушать, купить. Вот, то есть людей пытаются отвлечь от политических, как бы, размышлений и пытаются, чтобы те больше не говорили, что правительство плохое, и они довольны тем-то и тем-то, ну, в общем, всячески пытаются нас развлекать, дать нам пищу для размышлений, пищу для действий. Вот. Сбилась с мысли, ну, ладно, в общем, дело в том, дело в том, правительство, короче, будет всё равно заглядывать в наш бандерольки, и оно это делает не для того, чтобы нас защитить, а для того, чтобы защитить самих себя. Вот о чём я говорила. Вот. Давайте посмотрим, что у меня тут следующее написано. Так, кто страдает от пиратства? А, да. И вот, то, что, если вдруг будет принят закон о том, что люди, мы решили, что распространение информации это всё-таки хорошо, что нам это даже выгодно, да, вот эти вот мангу, допустим, посвятить. И мы вообще хотим сотрудничать с свободными переводчиками, хотим, чтобы они в своём свободном переводе вставляли просто на вас какую-то рекламку нашу, и нам этой рекламки будет достаточно. То есть, они будут денег зарабатывать через наш свободный труд, мы будем вкалывать в пустую, ну, идёшь в пустую, да, мы делаем это, как сказать, благородных волонтёрских селлер, да, но при этом, как бы, как называется там, автор произведений всё равно может зарабатывать на этом деньги. Просто-напросто мы вставляем сюда ту рекламу, которую они нам скажут. То есть, они будут получать деньги, мы будем вставлять рекламку сюда, и всё будет хорошо. То есть, и мы, получается, получаем бесплатный перевод манги, и они получают свою денежку за рекламу, за показы какой-то рекламы. Вот. Но этого делать пока что нельзя, потому что, если скажут народ, что всё супер, это самое, даём свободу распространения всей манги, всех книжек, всех фильмов и так далее, всё это, по идее, вот это смягчение вот этого закона, смягчение вот этих вот наказаний за пиратство должно быть потом повсемирно. И не только повсемирно, да, но ещё и на всех инстанциях. То есть, развлекательная индустрия это как бы низшая инстанция, политическая индустрия это уже высшая инстанция. Получается, что вся вот эти вот смягчения закона на низшие инстанции должны повлечь ещё изменение смягчения законов на высшие инстанции. А правительство такое не может допустить. Почему? Потому что у них там свои заморочки и они не хотят терять свои позиции. Вот. Значит, кто вообще страдает от этого пиратства? Ну, это как бы такая политическая сторона. Есть ещё, конечно, коммерческая сторона, но опять-таки, я тоже сказала, что есть выход, да, и причём это не единственный выход, как можно сделать так, чтобы мы продолжали спокойненько переводить свою мангу, а автор манги получал свой доход от этого самого дела. Есть ещё, якобы, коммерческая сторона этой, ну, этой проблемы, и нам всё время говорят именно о ней, что, мол, бедные авторы, авторы, они вообще потом лапу сосут, и дохода никакой не берётся, и мы такие нехорошие, мы забираем весь доход у автора. В общем, придумывать всё только можно, лишь бы только обвинить нас, нехороших людей, чтобы мы этим делом перестали заниматься. Вот. Попало. Не люблю я этот мустер, я надеюсь, что скоро закончат этот, этот, все эти сцены с этими, с этими халатами, потому что этот, о, господи, этот скринтон просто убивает меня. Значит, что я хотел сказать? Значит, почему они страдают, почему страдают авторы? Потому что мы, якобы, забираем их источники дохода. Да? Ну, это понятно, в принципе, это самая такая первоначальная проблема, которую все пытаются во всех телевизионных передачах, вообще везде-везде, всегда говорят только о ней. Про политические эти самые проблемы здесь никто не говорит, потому что это всё, так сказать, нужно, об этом, чем меньше говоришь, тем лучше. А какая-то причина всё-таки должна быть, почему авторские права должны защищать? И вот они ссылаются на то, что, мол, авторы не получают свой доход, который им полагается. Вот. Я опять запуталась, что я хотела сказать. Господи. Это такая, просто, клинт такой довольно-таки тяжкий, тяжёленький, да, поэтому мысли немножко сбиваются от того, что я тут что-то ещё рисую, вырисовываю. Так, почему они страдают, почему они страдают? На самом деле, они не сильно-то и страдают, да? Ну, в смысле, они страдают, конечно, да, тут же идёт речь не только о мангаках, но ещё и о фильмах всяких, то есть, о пиратских копиях различных блокбастеров, да? При этом, как бы, они уже давно начали выпускать не только вот сами, в сам фильм, да, но и различную продукцию, то есть, вон у меня ребёнок носит кеды с Бэтменом, у него рюкзак со Спайдерменом, кто у него там ещё, вот этот самый, Короля Львай, допустим, смотрели мы, купили попкорн с картинкой Короля Львай, это просто попкорн, да, то есть, который там копейки стоит, они просто ведёрка его красивая сделали, и уже получается бренд, и они его продали. Сюда тут ещё, ну, много чего, вот, допустим, тот же автор манги продаёт фигурочки, то есть, она не только мангу подаёт, но она ещё и фигурки подаёт, чтобы люди всё-таки покупали что-то, да, то есть, не просто так. Вот что им стоило вот эту фигурочку сделать? Сделала набросок, немножко поработали это самое на компьютере, ну, не то что, не то что, конечно, много там была работа на закрытой графике сделали, потом принтером, был каким-то распятый принтером, но как только работа была отлажена, они начали выпускать эти фигурки, просто какое-то определённое количество сделали, в принципе, они могли сделать ещё большее количество, главное, чтобы это спрос был, да, и распространять фигурочки, да, ну, не только фигурки, там можно еще и закладки всякие, где-то у меня тут лежала еще штучка одна, опять-таки, от Назаки, карты Таро, кстати, те же самые, господи, где моя папочка, где моя красивая папочка, куда я ее делила, слушайте, ребят, вот, вижу, 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 и это бумажка, бумажка, вот, вот такой файлик, это у нас, ну, для хранения этих различных бумажек, тоже, в принципе, нарисовать, разукрасить, это самая сложная работа, да, а потом просто-напросто распечатать на нужном носителе, распечатать на нужном носителе, и, пожалуйста, продавай его вместе с журналами или просто как отдельную продукцию, и зарабатывай на этом тоже деньги, то есть, выходов, ну, заработка у них большой, главное, чтобы, самое главное у этих, у тех, кто, у авторов, да, это получить как можно больше популярность, а популярность они получают как раз-таки за счет того, что люди бесплатно распространяют их работы по всему миру, то есть, официальные переводы, да, вот это вот с лицензией и так далее, там, на самом деле, большие заморочки, конечно, они будут только в плюсе, когда там официальные будут переводы, да, но когда-то неофициальные переводы, которые быстро-быстро распространяются, им это тоже только на руку, поэтому сказать, что они сильно от этого страдают, от этого пиратства, ну, не думаю, что там такие уж большие у них потери. Что еще? А, запрет на мемы, хотела объяснить, что такое запрет на мемы. Некоторые защитники авторских прав, они, вот в Германии, допустим, в Германии авторские права, они довольно-таки, ну, большая у них, большая весомость, как сказать, большое значение это имеет, потому что, потому что, мне кажется, Германия такая, так сказать, цитадель законов, да, вот таких вот, которые потом по всей Европе распространяются. Ну, не только по всей Европе, господи, попади, вот, попала вроде бы, да? Да, я попала. Я молодец, я молодец. Похлопайте мне, пожалуйста. Я попала в нужную точку. Так, что я там говорила? А, это самое, значит, запреты различные... Ой, что я сделала? Запреты на мемы. Что под этим подразумевается? У нас есть какое-нибудь творение, да? Я в прошлый раз говорила, что даже если вы какую-то карикатурку маленькую, закорючку нарисовали на салфетке, вы автор, если кто-то вдруг скажется, что я хочу эту картинку взять и использовать на своем сайте, или, допустим, просто использовать ее там, да, на какой-нибудь там презентации показать в школе своей, то... Господи, я сейчас выклю эту картинку, потому что мне это достало, реально. Осталось чуть-чуть совсем, но это только половинка, да, потом придет вот эта вот еще сторона, тут тоже вот этот вот дурацкий халат, потом вот тут у нас... Тут вот самое легкое. Давайте вот здесь вот поработаю, потому что что-то не могу нормально соображать, пока еще болтаю одновременно. Так, выключаем титры и рисуем. Итак, о чем я говорила? Мемы. Мемы. Запрет на мемы. Значит, вы нарисовали закорючку. Вы автор этой закорючки. В Германии действует закон, что творение, как только оно появилось, оно автоматически, у нее появляются авторские права. Даже если об этом нигде не сказано, все равно у всякого творения автоматом причисляются все авторские права, которые возможны. Авторские права можно отменять, ну, я уже говорила это в предыдущем, в предыдущем болталке, там вот эти креатив коммонс, да, то есть вы можете отказаться частично от своих авторских прав. Пока вы письменно где-то не покажете, что вы, вот вы нарисовали эту закорючку, да, и эта закорючка может распространяться по авторским правам не С, да, а СС, допустим, что, мол, давайте я затрую за С, то у меня оно, иц-эц, вот так вот. Меня оно напрягает немножко. В общем, если вы нигде не указали, что вы отказываетесь от своих авторских прав, то никто не имеет права воспользоваться вашей закорючкой. Получается, что мемы, да, мемы, которые в интернете выходят, они тоже, по крайней мере, на территории Германии, они тоже защищены авторским правом. И на территории Германии никто не имеет права сделать из какого-то мема свой мем. То есть, допустим, кто-то сделал смешное лицо, вы это лицо, вам оно сильно понравилось, и вы сделали какую-то картинку, мем какой-то с этим лицом. Вы этого делать не имеете права в Германии, потому что человек, чьё фото вы используете, не дал своего согласия. Вот. Человек, который это лицо сделал, скорее всего, вообще не в курсе, что оно показалось кому-то смешное, и не в курсе, что кто-то вообще хочет этим заниматься, и ещё человек не в курсе, что ему надо было написать где-то, что он отказывается от своих авторских прав. Получается, что прежде чем создать мем какой-нибудь, вы должны найти автора вот этой картиночки, спросить у него разрешение, и если вдруг он разрешит, то только тогда сделать свой мем, который вы хотите. Бывает такое, что у одного мема, он состоит, один мем состоит из нескольких картинок, то есть там одна картинка, плюс котик, плюс ещё там вот этот чувак, который вместо солнца показывается, плюс ещё задний фон какой-нибудь, тоже там знаменитый, и вот это вот всё в одном меме соединено. Это тоже полнейшее противозаконие, такого делать нельзя, и распределять такое дело тоже нельзя, потому что тот, кто соединил все эти четыре картинки вместе, он, скорее всего, ни одного из этих вот людей, кто там присутствует, кто автор вот этих вот четырёх произведений, не спросил, а можно ли я вообще сделаю некоторое другое творение, используя ваше. Что получается? Получается, что у нас есть запрет на, ну, я не хочу назвать это, конечно, искусством, да, но всё равно это часть нашей культуры, все эти мемы, все эти приколы, гифки и так далее, это всё часть, всё часть нашей культуры. Получается, вот с этими запретами на авторские права, да, у нас идёт запрет на развитие нашей культуры. Конечно, у нас развитие культуры, это кому-то сложно назвать это развитием культуры, но всё равно, согласитесь, бывают такие мемы, которые интересны и, ну, заслуживают внимания, да. Получается, что распространять культуру, распространять ваше творчество и творить по типу того, что было до этого, что вы увидели до этого, вы не можете. Плюс ко всему, может быть даже случится такое, что вы сделаете какую-то картинку, а кто-то скажет, что, ой, слушайте, эта картинка очень-очень похожа на мою, а я свою уже запатентовал, и никто не имеет права делать картинку, похожую на мою. Получается, что человек, можно сказать, ограничил вашу свободу, свободу развития, свободу креативности вашу, ограничивает тем, что он делает патент на свой товар какой-то, на свою какую-то идею. Например, давайте скажем вот так, допустим, кто-то придумал какой-то, не знаю, какой-нибудь вегамел какой-нибудь, да, допустим, есть беговела, и будет вегамел. Кто-то придумал вегамел, но он его не доработал, но при этом он сделал патент и сказал, что все, это моя разработка, и никто не имеет права ее брать, столько я хочу получать с нее денег, столько я хочу получать денег с ее развития. При этом, как бы, другой человек, более смышленный, да, этот бегамел смог улучшить, смог улучшить, и реально его улучшил, он начал работать гораздо продуктивнее, гораздо круче. Но приходит первый дядька и говорит, что слушай, ты не имел права это дело улучшать, вот тебе штраф, вот тебе наказание, возможности артемы посадят даже, я буду только рад, потому что это моя идея, и только я имею право ее менять. Понимаете, в чем тут получается загвоздка? Загвоздка в том, что мы с этими авторскими правами очень сильно останавливаем свое развитие. то есть это касается не только вот манги, не только вот каких-то книжек или фильмов и так далее, это касается еще всего на свете, любого открытия, любого, не знаю, там, ну, всех открытий, всех новостей, всего-всего это касается. Ой, тяжелая такая тема, наверное, высказать свою точку зрения на эту тему, ну, не так легко получается, как я думала, на самом деле, я думала там буквально 5 минут и все вам объясню. Оказывается, приходится так вот мучиться, вспоминать нужные слова. Да, тяжко. Так, похоже, я делаю лишнюю работу, потому что это дело будет запрета буквами русскими. Но все равно давайте беленькие хотя бы тут очищу. Беленькая, беленькая. Все должно быть беленькая. Вот, давайте еще что-то дальше. Запрет на развитие культуры, это я сказала. Нельзя видео с рекламой без разрешения. А, вот еще что, да. Ну, эту тему, я думаю, что там более-менее, так сказать, завершила это. Идется теперь другая, ну, в смысле, та же самая тема. Продолжаем. То, что есть у нас еще такая штука, что если вы сняли какое-то видео и на этом видео присутствуют люди, которые не дали свое согласие их снимать, то вы не имеете права выставлять это видео в интернет. То есть, вам нужно лица все замазать, да, ну, чтобы людей не узнали. При этом все равно люди, которые узнают себя на видео, умудряются подать суд на этого человека, потому что меня можно узнать по одежке, да, допустим, сказал человек, и все. То есть, видео вообще должно вырезаться из интернета и из сети, только потому, что какой-то там человек не хочет себя показывать. То есть, опять-таки, человек скрывает что-то, культура вскрытия у нас пытается, правительство нам скрывает себя, правительство пытается ее развивать, потому что, если мы не будем скрывать себя, то и правительство не имеет права себя скрывать. Поэтому, все пытаются навязывать нам мнение о том, что нам есть, что скрывать, нам есть, что стыдиться, и все это постыдно, все это, то есть, есть вещи, которые мы должны, за которые мы должны бороться, чтобы они не были выставлены в интернет. Опять-таки, наверное, сложно объясняю. Ладно, я надеюсь, что вы поймете меня как-нибудь. Так, вот, значит, и вот эти вот видео, запреты снимать людей, если они не дали свое согласие, оно распространяется еще не только на людей, но еще и на какую-то продукцию. Допустим, в тех же анимешках можете увидеть то, что, допустим, там стоит не Макдональдс, а там стоит какой-нибудь там Макдональдс, да, или там еще что-нибудь такое, ну, буковку М перевернули, и уже получился не Макдональдс, но что-то похожее на него, да. Все знают, о чем идет речь, но это не Макдональдс. То же самое и со съемки видео. Если вы блогер или просто там обычный человек, который один раз решил снять, приехал какой-то там вокзал, допустим, и решили снять, как вокзал обустроен, да, рассказать, как вы впечатлены этим делом. Вы при этом снимаете все вокруг, вы снимаете надписи магазинов, название магазинов, вы снимаете рекламу наружную, там, где Кока-Кола, допустим, написано, вы снимаете еще других людей, и вы не знаете этих самых законов, и вы не знаете о том, что все это должно быть в цензуре. Все это на самом деле должно быть в цензуре, то есть лица людей, вывески магазинов, реклама, все это должно быть зацензурено, потому что если это не будет зацензурено, то есть шанс, что на вас когда-нибудь кто-нибудь подаст в суд только потому, что ему так захотелось владелец магазина решил, что вы рассказываете ваше видео в негативных оттенках, допустим и это влияет на репутацию его магазина, и пожалуйста, удалите видео потому что мы не хотим терять свою репутацию пожалуйста, все, у вас видео заблокировано, его больше нет в общем, цензура должна быть у вас такая что там реально не узнать магазин должно быть это тупо, во-первых, это очень сложно выполнимо, и еще раз это тупо потому что, ну это опять-таки запрет на свободное выражение своих мыслей запрет на свободное ну вообще свобода речи свою при этом сам магазин, он находится или, допустим, реклама они находятся в общественных местах и, по моему мнению все, что находится в общественных местах должно быть автоматически лишено каких-то авторских прав понимаете, то есть любой человек может воспользоваться рекламной вывеской и сделать с ней видео какое-то почему? потому что находится в общественных местах каждый человек проходит и видит эту самую вывеску почему я не могу сделать видео, где эта вывеска и так, где вывеска видна причем эта вывеска это не только нам которые снимаем видео, а еще всем людям которые вокруг почему? получается, что они должны они дали разрешение смотреть на свою вывеску все люди, которые там ходят вокруг а людям, которые сидят за компьютером и смотрят что-то видео чужое они не дают разрешение на это то есть это как-то, знаете это как-то тупо все то есть закон настолько не проработан и этот закон на самом деле еще реально очень сырой но при этом как бы все пытаются качать права свои авторские все пытаются навариться на этом деле потому что это очень выгодное дело для юристов эта отрасль еще не так сильно развита она сейчас развивается и кстати вот люди, молодые люди блогеры особенно они очень большой вклад на самом деле вносят потому что это большое комьюнити блогеров которое может реально какие-то изменения в данном законодательстве сделать и если как бы они все объединятся за какую-то общую такую идею я надеюсь, что это будет идея не за защиту авторских прав а наоборот за свободное спасение информации потому что опять-таки денег заработать мы сможем не только на своих авторских правах авторские права они настолько нас сильно ограничивают настолько сильно затупляют наше развитие что это я считаю, что должно быть полностью убрать все эти авторские права авторские права не знаю, там на кунствверг на какую-то вещь искусства можно поставить авторское право но опять-таки, что считать искусством каждый сейчас скажет что вот я там начерикала, я считаю, что это искусство. Почему, допустим, карасина-авразовская это искусство, а мое черикание не искусство? То есть, типа, обижает мои... Это меня обижает, если кто-то скажет, что это не искусство. Это обижает меня, это моральный ущерб. Пожалуйста, поздите мне деньги за то, что вы причинили мне моральный ущерб. И еще, я требую, чтобы моя каракуля была названа искусством. Ее вообще продавать должны за миллионы денег, и никто ее копировать не должен. Если вы вдруг нарисовали, точно такую же каракулю, то все. Вы должны будете пожизненно платить штраф этому человеку. О, господи, я запуталась сильно уже сама. Я надеюсь, что вы все-таки улавливаете сход моих мыслей. Так, что у меня тут еще написано? Нельзя видеть в общественных местах. Ну, и вообще, я считаю, что нельзя запрещать распространение информации. Я считаю, что нельзя делать запреты на какие-то съемки. Нельзя делать запреты на на то, что и так в свободном доступе лежит, да? То есть, та же самая манга, она лежала в свободном доступе, в открытом, в относительно открытом доступе в интернете. Почему? Или, допустим, те же самые фильмы частенько тоже бывают, их загружают в интернет, и потом жалуются, что ой, у нас это самое, нас показывают не только на ютубе, да, а там еще где-то там, не только на нашем официальном канале, но еще и в других местах. Почему? Потому что у нас это интернет, где можно все скачать и все сколько раз скопировать, что это просто, ну, это невозможно отлезать с этой раздачей информации. Давайте на этом все-таки закончим, потому что я дала вам такую как бы тему для размышления. Зачем? Просто захотелось поделиться своим мнением, тем, что уже немножко накипело. Конечно, возможно, потом еще как-то в более доступном языке это все объясню, потому что сейчас я все-таки тупо соображаю, тупо соображаю, потому что мне тут такая картинка сложная, которую нужно доклинить до конца все-таки. И мне это нужно сделать, я надеюсь, что за сегодня это дело сделаю. Ладно, на этом все. Спасибо за внимание, спасибо за просмотры, ставьте лайки, комментарии, меня тоже, вы лайками, комментарии меня это самое раскручиваете, что мне тоже очень нравится. И поплядность я тоже хочу. Вот. Мне как бы, я знаю, что денег я не буду получать до тех пор, пока я не стану популярна. Вот это чисто касается вот этих вот ютубовских видео. И поэтому я очень рада, когда вы пишете комментарии, когда вы ставите лайки, меня это очень радует, потому что это поближает меня к цели, когда я смогу на этих видео хоть что-то зарабатывать еще. Потому что если я не буду зарабатывать на этом деле, то придется мне работать с обычной работой и прощай-прощай все мои блоги, потому что времени на такое скорее всего уже будет не хватать. Хотя запугиваю немножко. Ладно, всем спасибо за внимание и счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok